История нашей планеты неоднократно подтверждала, что жить здесь занятие довольно рискованное. На протяжении последних 540 миллионов лет на нашей планете произошло 25 массовых вымираний видов, 5 из которых приводили к исчезновению 90% всего живого. Вымирание древних видов открыло новые эволюционные возможности, в том числе и для наших далеких предков. И хочется поблагодарить эволюцию за то, что они вымерли. В противном случае у нас не было бы шансов. В этом выпуске я расскажу тебе о таких существах, которые запросто могли превратить твою жизнь в настоящий ад. Если и не веришь, можешь после этого ролика посмотреть еще первую часть, и тогда уж точно не останется сомнений. Будь аммониты живы по сей день, то на море не ты собирал бы ракушки, а ракушки собирали бы тебя. Раковины этих головоногих моллюсков достигали двух метров в диаметре, а сами аммониты были преимущественно хищными. По своему внешнему виду многие аммониты наверняка напоминали современных наутилусов, но только были намного более пугающими. Этот агрессивный морской сувенир, из которого торчали хищные щупальца, пожирал все, что превосходил размерами. Они вымерли около 66 миллионов лет назад в одно время с динозаврами. И слава богу. Упасть в водоем с пираньями – самая настоящая фобия множества людей. И ведь пугаются, казалось бы, маленьких рыбешек. А как насчет гигантской пираньи? Это не малобюджетный фильм ужасов, а суровая реальность 9 миллионов лет назад. Тогда в реках Аргентины водилась пиранья длиной в 1 метр. Такая могла бы с легкостью закусить человеком. Сила укуса мега-пираньи относительно массы ее тела была больше, чем у тираннозавра. На душе сразу становится спокойнее, когда вспоминаешь, что все эти монстры давно вымерли. Самые крупные современные грибнистые крокодилы достигают в длину 7 метров и весят до 2 тонн. Если бы одного такого увидел динозух, то, наверное, принял бы его за своего детеныша или, что более вероятно, просто съел. Динозух – крокодил из мелового периода длиной аж 12 метров и под 8,5 тонны весом. Был настолько суров, что ел динозавров, если эти олухи были неосторожны на водопое. При отсутствии последних мог также употреблять гигантских морских черепах и рыбу. Она в те времена тоже была куда солиднее нынешних экземпляров. Сила укуса динозуха достигала свыше 10 тысяч килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, у тираннозавра она почти вдвое меньше. Было бы из-за чего расстраиваться Рекс. Ну, тут особенно и рассказывать нечего. Возьми стрекозу. Взял? А теперь увеличь ее раз эдак в 4-5, чтобы размах крыльев достигал 70 сантиметров. Это и будет меганевра. В позднем каменоугольном периоде или карбоне эти существа были главными воздушными хищниками и поедали других насекомых. Если хищная стрекоза звучит не страшно, вспомни, что типичная добыча меганевры была размером с голубя. Вряд ли бы ты захотел отмахиваться от таких милашек каждый раз, когда собираешься выехать на дачу. Причина, по которой насекомые вырастали до таких огромных размеров, проста. Кислорода тогда было больше и трахеи работали эффективнее. Вот стрекозы и дышали полной грудью. Рыбок нет, но вы держитесь, сказала матушка природа 470 миллионов лет назад и запустила в мировой океан камера Цироса. Выглядел родственник современных осьминогов, каракатиц и кальмаров весьма внушительно. Животина пряталась в раковине длиной до 10 метров. Из-под брони ракушки торчали загребущие щупальца, в недрах которых прятался мощный клюв. Эти вымершие треугольники воистину можно считать бермудскими. В их недрах исчезала вся доисторическая фауна. В панцире недостаточно трезвых трилобитов и рака скорпионов моллюск перетирал в труху. Причем примитивные животные сами шли к камера Циросам в пасть. Доисторический кракен залегал на дно и ждал, пока невнимательная добыча зайдет в радиус поражения. Добыча камера Циросов тоже была немаленькой. Рака скорпион, которого моллюск мог захавать, достигал 2,5 метра в длину. При этом, как титанический моллюск находил свою жертву, неясно. Распространена точка зрения, что зрение у него было не важнецкое. При этом, современные хищные коллеги камера Циросов во время охоты полагаются на глаза в первую очередь. Кто-то может различать цвета, кто-то аккумулировать и фильтровать свет на глубине. А поскольку окаменевших глаз камера Циросов никто не находил, вопрос остается открытым. Нет тела – нет дела. Палеонтологи искали доказательства гигантских плеозавров очень долго, но когда они наконец нашли их, им пришлось собрать костяную головоломку из примерно 20 тысяч фрагментов, чтобы понять, насколько он велик. Когда этот плеозавр впервые привлек внимание всего мира, его назвали хищник Х, потому что никто не знал точно, с кем они имеют дело. Ранние оценки размеров, которые делались, пока окаменелости потихоньку собирались воедино, давали хищнику Х 15 метров в длину. Со временем произошли две вещи. Первый рассматриваемый плеозавр был идентифицирован как новый вид плеозавров – Пелосаурус фанкей. Во-вторых, 15 метров были немного завышенной оценкой, и сейчас считается, что размеры плеозавра варьировались где-то между 10 и 13 метрами. Это, тем не менее, делает хищника Х сравнимым с другими крупными плеозаврами. Если максимальная оценка верна, то Пелосаурус фанкей все еще может быть самым большим плеозавром. Такой большой размер означал, что плеозавр был хищником вершины своего времени. Но хотя его останки до сих пор были найдены только на Шпицбергене, у хищника Х, вероятно, было гораздо более широкое географическое распространение. Численность крупных хищников, таких как Пелосаурус фанкей, должна была быть ограничена не более чем одним или двумя в любой области, чтобы избежать истощения доступной добычи. В то же время оставаясь достаточно многочисленными, чтобы успешно размножаться и дать жизнь последующим поколениям. Будучи главным хищником своей экосистемы, Пелосаурус фанкей питался другими морскими рептилиями, такими как плезиозавры и мелкие плеозавры, а также, возможно, крупными медленно движущимися рыбами. Говорить, чтобы он сделал с тобой в то время, думаю, не стоит. Если бы Левиафан был еще жив сегодня, его, вероятно, встречали бы возгласами «Зовите меня, Измаил», всякий раз, когда кто-нибудь его видел. Видите ли, Левиафан был не только огромным хищным кашалотом, но и названием типового вида – Левиатан Мелвиллой, в честь Германа Мелвилла, которого сегодня помнят как автора романа «Моби Дик». Также и у меня есть ролик, в котором я рассказываю про Моби Дика, который можно найти по подсказке справа. Левиафан до сих пор известен только по частичным остаткам, поэтому его полноразмер пока можно подсчитать только приблизительно. Однако мы знаем, что у Левиафана были зубы длиной до 36 сантиметров, а это самые длинные и самые крупные зубы среди всех хищников. Кроме того, эти зубы находились как на верхней, так и на нижней челюстях, что говорит о том, что Левиафан охотился на других крупных животных, наиболее вероятно на мелких китов, которых было очень много в то время. Такие большие зубы давали значительное преимущество для захвата добычи. Ими было легко прокусить жировой слой, чтобы поразить жизненно важные области. Кроме того, Левиафан мог использовать эхолокацию, по сути сонар, чтобы найти добычу, которая была вне поля зрения. Левиафана, похоже, постигла та же участь, что и многих других крупных морских хищников от миоцена до плейстоцена, численность которых снижалась вместе с сокращением доступной добычи. На сегодняшний день кит, самый близкий к Левиафану по форме, это кашалот, известный как специализированный охотник на глубоководных кальмаров. Но стать истинным Левиафаном ему, к сожалению, никогда так и не удастся. Субтитры создавал DimaTorzok